напоминаю вам о том что работа по созданию базы канала продолжается если вы хотите принять в этом участие то соответствующие реквизиты вы любым из доступным вам способом можете увидеть в описании канал также если вы не можете помочь материально ну то есть кто сколько может скажем так то вы можете помочь каналу если не будете пропускать рекламу просматривать ее до конца и ставить лайки привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост его автор и ведущий олег мы сейчас с вами начали тему о агрессии животных предыдущем ролике я вам рассказал как правильно построить и развить один из видов агрессии это охрана территории вот сейчас в принципе я хочу вам сказать что лучший вид профилактики агрессии это ее купировать то есть ну на примере собак спасателей да там собаки агрессивные не нужны абсолютно и поэтому с чинячьего возраста мы начинаем воспитывать животное таким образом чтобы она не проявляла агрессию в принципе как можно это сделать и так сегодня мы с вами поговорим о защите еды то есть пищевая агрессия когда вы начинаете подходить к животному и в некоторых случаях когда это по агрессии вид агрессии разве развит или запущен начинается то что собака начинает защищать свою тарелку миску косточку какую-то в общем все что с ее связано с едой в принципе в природе это нормальное явление но в домашних условиях когда животное живет с вами проживает в одном социуме скажем так это недопустимо как от этого можно избавиться в случае если у вас маленький щенок то правильно выстраиваете кормление щенка с самого начала то есть ваша в рука в тарелке она должна быть и для собаки то есть мы вот не то чтобы мы убираем эту агрессию точнее не ну как это становимся вожаками и через еду начинает это моя еда там давай я тебя тут главнее я тебе выдал эту еду да мы просто будем изначально воспитывать животное таким образом что вы не представляете никакую конкурентную способность для собаки то есть для щенка и ваша рука в тарелке это что-то большее нежели вы сейчас будете забирать вы наоборот не будете забирать у собаки еду а будете что-то давать и более вкусное то есть самого начала этот вид агрессии будет купирована вот такие вот вот мягким спокойным способом то есть ваша рука в тарелке означает не то что вы будете забирать еду а будете давать что-то ей и ваши члены семьи будут делать практически то же самое в принципе и вот все виды агрессии большинство видов агрессии начинается из-за того что один человек что-то разрешает собаки а другой запрещает то есть здесь согласованность ваших действий она играет ну просто огромную роль как именно правильно начать щенка кормить я снимал частей 5 наверно роликов на эту тему поэтому я заостряться не буду на этом вы пожалуйста найдите как правильно кормить щенка там пять частей снято то есть как эту руку в тарелку приспособить то есть изначально давайте я повторю для кого лень это все то есть вы кормите щенка и в конце кормления когда собака уже поела вы рукой своей даете что-то собаке и туда вот докладываете тот основной корм то есть собака съела и вы в тарелку рукой уже вкладываете в пустую тарелку остатки пищи так делаете несколько кормлений когда собака уже привыкает тому что ваша рука в тарелке в конце питания еще раз повторюсь то есть не надо провоцировать собаку а особенно взрослую собаку во время кормления а сначала дайте собаки сожрать и уже в пустую тарелку вы уже докладываете что-то своей рукой может это быть основной рацион животного впоследствии когда собака привык через несколько там дней вы можете уже во время кормления то есть уже ну тоже опять же не в начальной стадии под конец кормления но здесь не самый вот фишка в чем заключается в том что не основной рацион который сейчас кушает у вас собака а что-то более вкусное более лакомство какое-то вы рукой начинаете добавлять то есть еще раз это очень важно запомните что сначала вы когда собака съела в пустую тарелку после того как она привыкла к этому вы более вкусное что-то во время еды лучше в конце начинаете добавлять и тогда у собаки начинает ассоциация быть такая то есть что и не нужно защищать эту территорию не нужно защищать эту тарелку с едой или там косточку какую-то то что ваша рука означает что вы сейчас не заберете а то что вы доложите и вот вот тем самым вы купируете эту пищевую агрессию но еще раз хочу сказать что делать это нужно не только вам но и всем членам семьи чтобы собака понимала что это не только вы делаете а что в принципе это возможно вот сейчас мы с вами поговорили про пищевую агрессию и самое главное если вы выбрали какую-то линию поведения то пожалуйста договоритесь со своими близкими людьми о том что если что-то собаки вы запрещаете делать то близкие не должны этого разрешать если собака что-то не получает от вас она это не должна получать от всех остальных потому что вот здесь вот вот возникает как раз конфликтная ситуация где может начать развиться другой вид агрессии то есть это доминирование иерархии стаи то есть здесь любой владелец собаки сталкивается с этим и вот именно с таких вот вот казалось бы простых вещей начинает развиваться вот эта агрессия если вы например что-то запрещаете а кто-то другой разрешает а собака думает не то что он хороший понимаете у них немножко другой образ мысли а собака думает о том что этот человек слабый и он не разрешает и дайка если он мне здесь это разрешает я попробую продоминировать в чем-то другом то есть запрещенные никогда не разрешайте действуйте всегда согласованно то есть если вы приобрели животное взяли какую-то ответственность на себя будьте готовы к тому что будет на может начать развиться агрессия особенно если это у вас кабель и в период половозрелости то есть это считаете где-то от 8 месяцев до 36 месяцев то есть вот такой большой разрыв по времени собака может начинать проявлять агрессию и не давайте ей повода этого делать то есть друзья мои с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег заслужите доверие и уважение у вас все получится мы сегодня с вами поговорили о двух видах агрессии это пищевая агрессия как ее купировать посредством того что ваша рука в тарелке это не для того чтобы забрать а для того чтобы что-то дать и второй вид агрессии это агрессия доминирования в семье то есть когда один человек не разрешает что-то а другой разрешает что-то то собакой это воспринимается как слабость не как то что вы вот я тебя вот лучший друг я лучший друг чем он да собака вас воспринимает что раз тот не дает потому что он сильный а вы даете потому что вы слабый и она пытается доминировать еще и в этом поэтому выработайте какую-то определенную линию поведения и соблюдайте и во всем спасибо